В рамках акции Дерева Победы прошел митинг, на котором присутствующие почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Война коснулась каждой семьи и мы всегда будем помнить подвиги нашего народа. Но вечно останутся в наших сердцах имена героев, среди которых немало устюжан, отдавших свою жизнь за наше будущее. 20 тысяч устюжан ушли на поля сражения. 11 тысяч из них остались там, далеко от своей родины, защищая свою великую страну. И сегодня осталось 36 участников тех боевых действий устюжан только вживую. И вот мы должны помнить и чтить тех героев, наших устюжан. Дети и взрослые сегодня дали жизнь новой аллее памяти. Пусть эти деревья растут и крепнут, напоминая всем устюжанам о погибших солдатах, подарившим нам мирную жизнь. Торжественная закладка аллеи, в которой высадили 25 новых саженцев березок, уже несколько лет является доброй традицией в Великом Устюге. Город с красивыми и ухоженными скверами и парками всегда по достоинству оценит и приезжий человек, и местный житель. Я из Великоусевского многопрофильного колледжа. Да, мне кажется, участие в таких мероприятиях очень полезное и развивающее. Также помогает нашему городу. Тот, кто сегодня сам посадил маленькое деревце, навсегда оставит в своей памяти этот день. А березки будут напоминать о знаменательной для всех людей дате. Расскажите, почему вы решили принять участие в сегодняшней акции? Ну, у нас есть такая организация, боевое братство, которая собирает всех, не только кто воевал, кто служил России, кто сейчас служит России, кто в конце концов патриот в душе. Ну и в преддверии Дня Победы мы просто не могли не прийти на эту замечательную акцию и принять участие в закладывании вот этого сквера, этой аллеи памяти. Завершилась акция Дерева Победы совместным фото, после чего волонтеры и представители общественных организаций вручили прохожим георгиевские ленты. Взяв ленты в руки, каждый устюжанин тем самым говорит окружающим «Я помню, я горжусь». Евгения Шемякина, Антон Карев, Новости провинции.